Территория открытий. В аграрно-экономическом техникуме заработала новейшая лаборатория для будущих ветеринаров. Современное оборудование позволяет проводить десятки видов исследований и выявлять у животных сложные заболевания на ранних стадиях. Практический класс, где занимаются студенты, превратился в полноценную вид клинику. Ребятам теперь будет гораздо проще подготовиться к дипломной работе. В этом году им одним из первых в России предстоит сдать демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills. Полноценная вид клиника в стенах учебного заведения. Этому бы позавидовали многие СУЗы страны. На модернизацию потратили чуть более 5 миллионов внебюджетных рублей. Закупили одно из самых современных оборудований. Например, сейчас студентка на специальном симуляторе отрабатывает навыки наложения швов. Всего несколько ловких движений рук и первый шов наложен. Студентка 4 курса специальности ветеринарии Мария Королева одна из первых опробует новый японский тренажер. Он настолько умный, что сам выставляет оценку за проделанную работу. Все данные отображаются на мониторе ноутбука. Мельчайшая ошибка и балл автоматически снижается. Доброта педагога здесь уже не поможет. Поэтому студенту приходится рассчитывать только на себя. Переживаю, что не получается, когда что-то нервничать начинаешь. Будущие ветеринары, да и сами педагоги до сих пор не перестают удивляться возможностям современного и высокоточного оборудования. Например, вот новейший бинокулярный микроскоп, который вводит изображение на монитор, а если нужно и на интерактивную доску. Теперь здесь даже есть собственный УЗИ-аппарат. Его, как и все остальное, приобрели в рамках масштабной модернизации. Деньги учебному заведению выделили нефтяники. Ребята признаются, работать на такой технике – одно удовольствие. Сейчас прошло новое оборудование, сейчас практику намного качественнее мы проходим. То есть мы видим намного обширнее картины, которые мы раньше не видели. Это четкость изображения, допустим, под тем же самым микроскопом и четкость изображения УЗИ. Проводим клиническое обследование животных и помогаем иногда ветеринарам и врачам. Многим четверокурсникам уже сейчас под силу самостоятельно провести несложные операции. А еще смотреть животное, поставить предварительный диагноз и назначить лечение. Изучив рентген-снимок, его сделали прямо в лаборатории. Студенка техникума Марина Хатанзейская делает вывод. У собаки поврежден тазобедренный сустав. Выход один. Необходимо хирургическое вмешательство. Она могла подскользнуть так же на линолеуме. Она могла неправильно спрыгнуть с дивана или наоборот запрыгнуть на него. Новейший комплекс оборудования закупили, чтобы готовить будущих специалистов по стандартам WorldSkills. Это международная ассоциация. Ее основная цель – повышение престижа рабочих профессий путем проведения соревнований по всему миру. Первый такой чемпионат для студентов-ветеринаров в Ненинском округе состоится уже в феврале. По сути, он станет генеральной репетицией самого главного для ребят испытания – демонстрационного экзамена. Демо-экзамен в таком же формате проходит, как чемпионат. В плане в том, что есть рабочие места, где будет имитация какой-то задачи. Будет это вецинспертиза, лаборатория, исследование мазка крови, исследование мочи лабораторное, наложение швов, исследование клинических животных. У нас здесь будут натуральные животные, которые мы будем исследовать. То есть все это они должны предоставить. Все это будет в больной системе. Оценивать практические навыки учащихся предстоит опытным ветеринарам. Удачей на экзамене студентам лично пожелал временно исполняющий обязанности губернатора региона. Осматривая лабораторию, Александр Цибульский поинтересовался, смогут ли ребята применять полученные знания и в дальнейшем после окончания учебы. А вот у меня вопрос. Вот они сейчас здесь все на этом суперсовременном оборудовании изучат, потом пойдут работать. А на работе-то они такие аналоги будут? Есть. Они все, это все по стандартам сейчас. Это все есть в производстве. Это у нас в авиастанции, все ветеринарные службы это имеют. Да, да, да. И тут же хорошо. В будущем по стандартам WorldSkills техникум сможет готовить и студентов других специальностей. Среди них, в частности, повара-кондитера. Али Хатанзийский, Александр Дуркин, Телеканал Север.